Проект бюджета на 2024 год Верховный Совет сегодня принял в первом чтении. Приоритет бюджета прежний – выплата зарплат и пенсий вовремя. Но решить эту задачу непросто, отметили сегодня на заседании. На экономику Приднестровья негативно влияют внешние факторы. Ирина Руснак продолжит. То, сколько государство заработает, а значит и сможет потратить, напрямую определяет ситуация в экономике. Целый ряд крупных приднестровских предприятий не могут продавать свою продукцию. Ситуация вокруг республики сложная. Все это ведет к сокращению доходов. В следующем году прогнозируют серьезные потери бюджета. Задача и органов исполнителей власти, и депутатов заключалась в том, чтобы принять тот сбалансированный бюджет и те выверенные решения, которые прежде всего привели к тому, чтобы все социальные обязательства нашего государства были выполнены в полном объеме. А это, конечно же, мы можем ответственно заявлять, что в бюджете предусмотрены денежные средства на выплату заработных плат работникам бюджетной сферы, на выплату пенсии наших пенсионеров в полном объеме. Чтобы выплачивать зарплаты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты, в 2024 году сократят основные программы развития. Меньше денег дадут на фонд КАП вложений, на развитие сельского хозяйства и поддержку предпринимательства. При этом по отдельным статьям расходы увеличат. Так, в следующем году купят больше квартир для детей-сирот. На лечение преднестровцев за рубежом тоже направят дополнительные средства. Планируется освоить новое направление оказания медицинской помощи, такое как эндоваскулярное лечение острой сосудистой патологии, а также для обеспечения потребностей в протезах и наборах для проведения операций по пересадке хрустальников. В следующем году продолжатся выплаты по советским вкладам. Предприятия и дальше смогут брать льготные кредиты. Останется фонд поддержки молодежи. За счет бюджета школьников младших классов обеспечат рабочими тетрадями. Еще одно важное решение. Тарифы на коммунальные услуги для населения в 2024 не повысят. Мы ответственно заявляем, конечно, что поддержание тарифов на том уровне, на котором оно есть сегодня в Приднестровской Мудовской Республике, по сравнению с тарифами в Республике Мудово, это и есть как раз одна из важных социальных задач. И мы должны сделать все, чтобы сохранить доходы населения на том же уровне, чтобы через повышенные тарифы они не тратили больше своих денег, а наоборот эти деньги оставались в семьях. Сегодня проект бюджета прошел первое чтение, а во втором депутаты будут обсуждать финансирование государственных целевых программ. Ирина Руснак и Леонид Мостак, ТСВ.